Всех приветствую, в этом видео мы поговорим про преимущества и условия дебетовой карты Тинькофф в драйв, разберем для кого, какая карта лучше всего подходит, также поговорим про подвохи этой карты. Настоятельно рекомендую смотреть данное видео внимательно, ведь в нем мы расскажем небольшой лайфхак. Тинькофф в драйв, наверное, самая выгодная дебетовая карточка от Тинькофф в банка для авторюбителей. Держатели карты, имеющие автомобиль, смогут получать неплохой кэшбэк за обычные операции, оплату топлива на автозаправочных станциях, покупку страховых полисов, покупку автозапчастей и многое другое. Как указывается в тарифе по данной дебетовой карте, 10% кэшбэка вы получаете за покупки на АЗС, 5% за различные автоуслуги, автотраты на СТО, покупка автозапчастей и так далее, 1% за остальные, то есть самые обычные покупки. Но в данной категории баллы начисляются только за покупку от 100 рублей минимум, кэшбэк по данной карте идет в виде баллов, которые потом можно обменять на рубли. То есть, предположим за неделю я потратил 5000 рублей, из них я заправился на 1500 рублей, купил незамерзайки на 500 рублей и на остальные 3000 рублей закупился в магазине. За это мне начислят 205 баллов, которые потом я смогу перевести в рубли. Срок жизни бонусных баллов составляет 3 года с момента начисления, сами баллы обычно начисляются через 2-3 дня после самой покупки. Компенсировать можно только траты по категориям, которые связаны с автомобилем, например АЗС, различные автотраты, ремонт в автосервисе. Более того, к большому разочарованию компенсировать можно только покупки, с момента которых прошло не более 90 дней. А также максимальный размер баллов, который можно получить за месяц, составляет 6000 баллов. Обслуживание карты каждый месяц обходится в 290 рублей. Бесплатно снимать наличные с карты вы можете в собственных банкоматах Тинькофф в банка на сумму до 500 тысяч рублей в месяц, а также в устройствах сторонних банков на сумму от 3000 рублей за одну операцию и до 100 тысяч рублей в месяц. В иных случаях вам потребуется заплатить комиссию в размере 2%, но не менее 90 рублей. Бесплатно переводить деньги в другие банки вы можете по номеру телефона через систему быстрых платежей на сумму до 5 миллионов рублей в месяц, а также по номеру карты на сумму до 20 тысяч рублей в месяц. За превышение этого лимита вам потребуется заплатить комиссию в размере полтора процента от операции, но не менее 30 рублей. После того, как мы выяснили и разобрались во всех, ну по крайней мере во всех условиях, которые могут быть потенциально для вас интересными. Давайте теперь поговорим, как ее оформить. Оформить ее можно по ссылке в описании или же в закрепленном комментарии. Почему именно таким образом я вам рекомендую оформить данную карту? Оформляя ее по нашим ссылкам, вы получаете в подарок 500 бонусов и куча еще других мелких призов. Оформив кредитную карту, вы получите 750 баллов и возможность получить бесплатное обслуживание. Кто может подать заявку на получение дебетовой карты? Стать держателем карты Тинькофф может любой человек, проживающий на территории Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Какие документы нужны для получения дебетовой карты? Для получения дебетовой карточки вам потребуется только паспорт гражданина Российской Федерации. Если вы не являетесь гражданином РФ, вместо него вам потребуется предоставить документы, подтверждающие ваше нахождение на территории государства. Владельцы устройств iOS и Android, если у вас есть доступ к виджетам, вы можете выбрать виджет от банка Тинькофф, заправиться с кэшбэком, что это дает. Вы можете быстро, не заходя в приложение, не совершая кучу бесполезных действий, сразу попасть на страницу с заправкой с кэшбэком до 10%. Если у вас нету приложения Тинькофф, вы можете вызвать сотрудника Тинькофф с запросом установки приложения на ваше iOS-устройство. Пользователи Android-устройств могут просто установить АПК-версию с официального сайта Тинькофф. Давайте уясним, за что кэшбэк Тинькофф вам не начислят, чтобы избежать неприятных ситуаций. Список этих исключений вы можете видеть у себя на экране. А мы пока сделаем выводы по данной карте, когда вы наконец узнали, насколько здесь выгодный кэшбэк по этой карте. Узнали, что оформлять данную карту гораздо выгоднее по нашей ссылке в описании или же в закрепленном комментарии под видео. Я советую водителям присмотреться к данной карте, взвесить все ее плюсы и минусы, так скажем и определить стоит ли игра свеч, также посмотри одно из этих всплывающих видео, они могут быть также интересны, не менее чем это. А на этом у меня все, надеюсь был вам полезен, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.